Девушки отдыхают 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 Хочу Анастасию этой новостью порадовать, когда она придет. Еще один участник народного голоса. Ну и в первой половине у нас тоже две небольшие темы. Но очень важные, несмотря на то, что небольшие. Да, но слушай, тут написаны новые места для НТО. Я, насколько поняла, они не совсем новые оставшиеся, но уточним. У специалистов НТО это нестационарные торговые объекты, то есть это те киоски, павильоны, которые у нас расположены в разных районах города. Все вы их видели. Или кофе, продукты, печатная продукция, не знаю, осталось ли сейчас или нет. А вот интересный момент, потому что я посмотрел список вот этих предлагаемых мест для нестационарных торговых объектов, и там достаточно приличное количество точек как раз-таки предусмотрено по периодику. А я тебе скажу, я их даже посчитала. Из 135 их 88. 88, то есть 2 трети получается, да, примерно. Да, мы все прекрасно помним эту историю с уходом киосков Роспечати из нашего города в прошлом 2022 году это происходило. Была информация, что где-то вернулся один из киосков. Не помню сейчас точное месторасположение. Я думаю, что очень много жителей областного центра интересует эта тема. А вернутся ли они? Ну вот из этого списка предложенного мы понимаем, что администрация города, она предлагает, по крайней мере, зайти в эту отрасль, в эту нишу. Я, если честно, думала, что вот эти места, которые для НТО, они не предполагают какого-то разделения по видам деятельности, скажем так. То есть ставь ларек, грубо говоря, и занимайся чем хочешь. То есть торгуй чем хочешь. Ну, кроме запрещенных. Да, кроме каких-то вещей. Кроме каких-то незапрещенных законодательств. Оказалось, что есть вот конкретное разделение, да, то есть каждое место, оно для чего-то. То есть вот здесь вот можно торговать цветами, а здесь водой, выпечкой, продовольственными, непродовольственными товарами, мороженым, фрукты, овощи, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия. Это прямо сейчас цитирую тот список предназначений, где могут устанавливаться эти нестационарные торговые объекты. Будем сейчас ждать, будем подключать к нашей беседе начальника отдела предпринимательства администрации нашего города, это Елена Галеева. Ну и хотим, да, поподробнее выяснить эту ситуацию. Вообще, я не знаю сейчас, трудно оценить, конечно, у какого числа кировчан нестационарные торговые объекты пользуются спросом, но, судя по тому, что они преображаются со временем и появляются действительно новые, и там есть клиенты, покупатели. Ну да, действительно. Часть, видимо, все-таки горожан привыкла. Насколько я понимаю, вот в этом же, да, пресс-релизе, который выпускала администрация города по НТО, там есть ссылка на брендбук, назовем это так, да, сейчас модным словом. То есть как должен выглядеть этот торговый объект? Да, все эти нестационарные торговые объекты, все вот эти киоски, павильоны, большие, поменьше, они должны все равно соответствовать неким архитектурным решениям, да, не выходить за рамки вот этого брендбука так называемого. Да, да, то есть абы из чего нельзя это все изготавливать. Да, ну сейчас уточним все у Елены Галеевой, начальника отдела предпринимательства администрации Кирова. Елена Анатольевна, добрый день. Добрый день. Да, здравствуйте, приветствуем вас. Расскажите нам, пожалуйста, вот это новые места для НТО, или это давно они уже были, и администрация просто напоминает о том, что вот эти места есть? Или это сформированы какие-то новые территории? Хотелось бы напомнить, что у нас схема размещения нестационарных торговых объектов утверждена постановлением администрации города и срок ее действия до 2026 года. В настоящее время схемой предусмотрено 352 муниципальных места размещения, в том числе 135 из них свободных. Схема размещения, она формируется по заявкам территориальных управлений, а также хозяйствующих субъектов, предпринимателей города. И рассматриваются все заявки, рассматриваются на заседании рабочих групп при администрации города, в состав которых входят, соответственно, представители органов исполнительной власти Кировской области, депутаты Кировской городской думы, контрольно-надзорных органов, предприниматели и должностные лица администрации города. В 2022 году было проведено 5 заседаний рабочих групп и включено 38 новых мест. А что это за места? То есть это освободились какие-то места или дополнительно территории какие-то подключили к схеме? Да, есть, конечно, и новые территории, которые у нас территориальное управление заявляет, и по заявкам предпринимателей. Всего у нас в прошлом году поступило 60 заявок от субъектов предпринимательства. И от территориальных управлений 15 заявок, все они были рассмотрены, как я уже говорила ранее, на заседаниях рабочих групп. Где-то какие-то заявки были отклонены, так как не соответствуют нормам пожарных и надзорных органов. Какие-то включены. Вот всего было у нас 38 новых мест включено. Елена Анатольевна, интересный такой момент. Мы обратили внимание, что вот в этом списке из 135 мест 88 предназначены для размещения печатной продукции и периодики. То есть это уже никак нельзя переиграть. То есть вот эти 80 с лишним мест, там только печатная продукция. То есть киоски только с печатной продукцией могут быть размещены. Ну, сейчас, конечно, администрация города ставит себе первоочередную тоже целью обеспечения этого рынка товаров. То есть у нас на данный момент нет такой сети НТО, которая обеспечила население этой продукции. Население как бы очень обращается к нам, нуждается в этой продукции. Поэтому, да, мы, конечно, хотим этот рынок тоже восполнить. Поэтому, ну, готовы рассмотреть схему размещения. У нас рабочий документ и, в принципе, все внесения в нее изменения рассматриваются на заседаниях рабочих групп. То есть если предприниматель, например, его устраивает место, да, но он хочет не печатную продукцию, а просто, например, какие-то непродовольственные товары. То есть возможно выйти на комиссию и получить, заручиться поддержкой, да? Да, также подать заявление в департамент экономического предпринимательства, экономического развития предпринимательства, обратиться к нам с заявлением. Тогда комиссия будет рассмотрена рабочей группой возможность замены места специализации этого места размещения. Ну, по поводу киосков со свежей прессой, мы помним эту историю прошлого года, когда, да, большое количество кировчан было недовольно тем, что собственник принял решение, да, сам предприниматель принял решение о ликвидации этих киосков. Вот просмотрев вот этот перечень мест под киоски для печати, я так понимаю, что они остались на тех местах, где и раньше были. Или это не так, Елена Анатольевна? То есть вы предлагаете предпринимателям зайти именно вот на эти точки, которые пользовались? Мы постарались по возможности сохранить те места, которые были у предыдущего предпринимателя. Да, места трафиковые, где, в общем-то, востребовано населением, учитываясь также интересы населения. Упомянули вы, да, что ряд заявок отклоняются по различным причинам. Можно поподробнее, да, то есть почему комиссия может отклонить заявку? Ну, не соответствует каким-нибудь законодательным нормам, либо пожарным нормам, нормам надзорных органов. Ничего такого, как бы, чтобы сверхъестественного. Главное, чтобы заявки соответствовали месту размещения, соответствовало законодательству. Законодательству Российской Федерации, правила внешнего благоустройства и учитывало, конечно, обеспеченность населения товарами. Это мы тоже учитываем. То есть если рядом уже есть подобные киоски? Какая-нибудь свежая выпечка, да, то еще одну точку, наверное, уже, да, если в ней вообще ценносообразность. Да, это мы стараемся тоже учитывать. А скажите, пожалуйста, у нас есть типовые, да, так скажем, решения по дизайну, по внешнему виду этих нестационарных торговых объектов. То есть предпринимателям, которые будут, мы надеемся, будут заявляться, да, на эти 135 мест, надо будет соответствовать этому внешнему облику. Не обы что там строить, возводить, а именно вот в этом ключе. Да, для новых объектов у нас действует правило внешнего благоустройства, устройство, которым утвержден каталог типовых архитектурных решений. Соответственно, вновь вводимые объекты НТО должны соответствовать типовому каталогу. Но есть некоторые у нас исключения. Если, как бы, предприниматель считает, что его объект НТО подходит под франшизу или более какие-то другие условия, то он может согласовать в администрации города индивидуальный внешний облик. А, то есть фирменный стиль, да, чтобы было отображено внешнему? Да, свой фирменный стиль, да. Свой индивидуальный внешний облик может согласовать также, подав заявление в администрацию города. То есть получается, что, да, я просто, почему меня тоже этот момент интересует, тут вот на энтузиастов в Урванцево, да, открылся у нас небольшой... Сетевой? Да, я не знаю даже, что это, ну, то есть там какая-то что-то вроде шашлычной, я не знаю, насколько это НТО, но точно не по брендбуку, вот прям, там, сарай. Вот мне просто интересно, насколько, да, это все соотносится вот с той политикой, которую последние годы проводит администрация города в плане приведения, да, к какому-то единому облику всего, что у нас в городе есть. Вот такие моменты, мне кажется, все равно где-то вот на периферии, наверное, вылезают. Вот если сталкиваетесь, Елена Анатольевна, с чем-то подобным, как-то что-то делаете? Или, ну, уж ладно, если поставили, то ладно? Да нет, конечно, специалисты территориальных управлений у нас контролируют этот процесс, всегда выходят на места, всегда входят, соответственно, нестационарные торговые объекты, и если объект расположен на придомовой территории, мы, к сожалению, как бы можем только указать на это предпринимателю. Если, конечно, муниципальный, на муниципальной земле находится нестационарный торговый объект, как правило, мы тоже пишем уведомления, чтобы этот, но дело в том, что у нас введение каталога, отложено введение типового НТО до 1 января 2024 года, то есть до этого момента субъекты предпринимательства у нас имеют право, которые ранее размещались на местах своих, имеют право еще вот целый год, получается, привести в норму в соответствии с типовым каталогом или, как я уже говорила ранее, согласовать свой индивидуальный внешний объект. Ну, то есть это и те, кто уже работают, не только те, кто заново будут заходить на рынок? Да. Администрация, власти города каким-то образом будут помогать предпринимателям возводить этот нестационарный торговый объект, или это полностью все за счет бизнеса делается, да? Лишь бы соответствовать вот этим установленным нормам. Ну, администрация города продумывается различные варианты, пока такового решения не принято, но в настоящий момент у нас центр «Мой бизнес» дает кредиты на реконструкцию, в том числе печатной продукции под 6% годовых, не буду об этом говорить, это, наверное, своего рода реклама. Мы понимаем, ну, мы с центром «Мой бизнес» взаимодействуем, мы понимаем, о чем вы говорите. Да, спасибо, что напомнили. Да, ну вот пока вопрос у нас в стадии такого принятия решений. Ну, надо отметить, что НТО – это отдельно хозяйствующий субъект, это предприниматель. Да, он осуществляет в нем деятельность и, как правило, скорее всего, да. Да, и еще раз давайте напомним, вот эти 135 мест, если сейчас представители малого-среднего бизнеса заинтересуются этим предложением, вспомнят о том, что, ага, есть свободные места, как действовать, каков порядок взаимодействия с администрацией? С заявки, видимо, да, все начинается? Да, ну, во-первых, у нас все документы размещены на официальной сайте администрации города Кирова, Киров, РФ, там есть размещена вкладка «Бизнесу», все документы можно посмотреть там, заявления для подачи на место размещения НТО, и также любые другие консультативные материалы. И, конечно же, могу я передать свой номер телефона, по которому всегда можно обращаться в рабочее время? Да, конечно. До 17-76-04-44. Это отдел предпринимательства администрации города Кирова. По этому номеру можно обратиться. Если, возможно, уже отклик, вот в начале этого года идут, интересуются предприниматели, консультацию хотят получить по поводу именно НТО, есть ли уже такие случаи? Да, конечно. Практически в ежедневном формате мы даем консультацию по телефону, и, конечно же, поступают заявления от индивидуальных предпринимателей уже на размещение где-то в каком-то месте. То есть это непрерывный процесс, это постоянно непрерывный рабочий процесс, ежедневный. Ага, Елена Анатольевна, а это чаще вот эти заявки поступают от уже действующих предпринимателей, то есть, грубо говоря, расширяют просто свою сеть, да, или это кто-то новый заходит на рынок? Ну, спектр широкий, да, и новые, и старые предприниматели расширяют свой перечень, как бы, мест размещения. Ну, вот такого как-то статистических данных, как правило, мы не ведем, конечно, но больше, я думаю, вот по некоторым наблюдениям и по заявлениям все-таки действующий бизнес. Ну, вот, да, просто я к чему этот вопрос задала, потому что все равно много говорим там, да, развитие малого и среднего бизнеса, и вот НТО как раз, казалось бы, вот отличная ниша для того, чтобы вот старт какой-то был дан, да, малому бизнесу. Вот, ну вот, получается, все равно в итоге больше этой возможностью пользуются действующие предприниматели. Спасибо большое, Елена Анатольевна, да, за комментарии. Начальник отдела предпринимательства администрации Кирова была с нами на связи, Елена Галеева. Говорили мы о новых местах для нестационарных торговых объектах. Они есть в количестве 135 штук. Они, по-моему, не упомянули об этом, но в релизе сказано, что в разных районах города, собственно, да. Да, в разных районах города, конечно. Я посмотрела тоже по районам. Больше такое ощущение, что все равно периферийных, да, каких-то районов, но, видимо, потому что то, что было в центре, я не понимаю, отключили нам специалисты или нет. К звукорежиссеру, да, мы обращаемся к нашему о том, что можно уже начинать набирать нашего следующего гостя, потому что у нас другая еще тема транспортная будет. Но вот так или иначе, да, еще раз напомним, номер 760444, номер телефона отдела предпринимательства администрации нашего города. Вот, ну, мне кажется, да, интересный момент в том плане, что, несмотря на то, что в списке вот в основном там больше 80, да, точек, где предполагается размещение печатной продукции, то есть, как мы выяснили, это, скорее всего, то есть вот те киоски Роспечати, да, которые съехали, можно выйти на комиссию и поменять как-то род деятельности, скажем так, да, то есть то, что будет в этом киоске продаваться. Наверное, не всегда и не везде, да, можно будет заменить, например, там, на какую-то выпечку, но тем не менее. Ну, что, к выпечке прицепились? Цветы, вода, овощи, фрукты и так далее. Киров и так, знаешь, город цветов и аптек. Ну, и в последнее время еще точек по продаже кофе еще, я считаю, да. Ну, кофе сейчас везде, а вот цветы и аптеки, я даже помню, мы первый раз, как мы только когда приехали в Киров, мы обратили внимание, что очень много аптек, и потом очень многие гости города тоже всегда спрашивают, почему у нас так много цветов и аптек. Не знаю, это какая-то такая интересная особенность. Еще сейчас у нас будет тема, одна связанная с жизнью города, на этот раз сфера транспорта, да, регулирование движения. Тоже у нас на днях появились новости о том, что в Кирове начали устанавливать новые светофоры, а вернее новые дополнительные секции, да, светофоров. Вообще на федеральном уровне эта тема звучит уже, по-моему, последние два-три года, эти поправки были разработаны давненько, вот сейчас наш город включился в эту волну. Ну, в общем, речь идет о повышении безопасности движения в конечном счете, чтобы информировать водителей о том, что впереди есть пешеходы, их нужно пропустить, да. Вот, так, давай представим сначала гостя нашего Татьяна Водинцева, консультант отдела транспорта администрации Кирова. Татьяна, добрый день. Добрый день. Да, здравствуйте, Татьяна. Я хотела просто Владимира, прошу прощения, Татьяна, спросить, ты видел уже эту секцию? Да, я ежедневно вижу эти секции дополнительные на перекрестке Октябрьского проспекта и Воровского. Ну, ты когда первый раз ее увидел, ты сразу понял, что это? Я понял, потому что в связи с тем, что автомобильная программа в нашем эфире выходит на протяжении долгих лет, я слежу за федеральными этими новостями, то вот я же говорю, два-три года где-то последним. Да, я просто, к сожалению, к стыду своему, я не знала вообще о существовании этой секции, поэтому когда ехала... То есть ты не поняла, что это все значит? Да, я еще не поворачивала, то есть не воспользовалась этой секцией, грубо говоря. Я выхватила ее боковым зрением, думаю, что ты такое, что это? Ну, полезла, конечно, посмотреть, почитала, поэтому теперь знаю. Да, Татьяна, давайте с вами пообщаемся. Ранее мы говорили о внедрении интеллектуальной транспортной системы на улицах нашего города. Вот уже сообщение есть о том, что якобы первый этап внедрения этой системы завершен, то есть модернизация светофорных объектов на перекрестках в нашем городе уже завершена. Так ли это? Да, действительно, первый этап интеллектуальной транспортной системы завершен. Об этом подрядчик нам заявил. 98 светофорных объектов модернизированы, установлено новое оборудование и, как мы говорили, изменено кабельное тросовое хозяйство. В настоящее время проводится экспертиза и выполняется приемка работ. Все ли устраивает администрацию как заказчика работ? Есть ли нарекания, замечания? Ну, экспертиза нам покажет все нарекания и замечания. А, понятно, то есть процесс это такой достаточно длительный, нужно дать оценку достаточно такую серьезную, обоснованную. Что касается дополнительных секций светофоров, где на этих секциях изображен фигура пешехода и стрелочка, где устанавливаются эти дополнительные секции и почему именно с этими местами связан выбор? Ну, как правило, пешеходы и водители – это два потока движений, которых призывают разделить все имеющиеся на этот счет нормативные документы и сотрудники госортоинспекции. Именно поэтому на дорогах начали появляться светофоры с дополнительными секциями в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом белого цвета. Секция предусмотрена в требовании ГОСТ 2019 года и устанавливается в целях предупреждения ДТП, связанных с наездом на пешеход. Соответственно, она предупреждает водителям о том, что на перекрестке может появиться пешеход. При повороте, при выполнении поворота, будьте внимательными. Также это предусмотрено, конечно же, и правилами дорожного движения, то что водители при повороте направо или налево обязаны уступить дорогу пешеходам, велосипедистам, пересекающим проезжую часть, на которую они поворачиваются. Татьяна, смотрите, да. Но в то же время... Я прошу прощения, уточню сразу, просто мы много говорили о разделении именно потоков, то есть транспортные потоки вправо, да, пешеходы влево, грубо говоря. А здесь, получается, эту секцию вводят на тех светофорах, где не получилось разделить вот эти потоки пешеходов и транспорта, и это как дополнительное, да, обезопасить пешеходов. Да, информационная световая стрелка в настоящее время устанавливается только на тех перекрестках, где конструкция пешеходного перехода не представляет. Техническая возможность. И сами пока светофорные объекты технически тоже не имеют возможности вести дополнительную фазу для пешеходов, для разведения транспортных и пешеходных потоков. Понятно. Сколько в городе их теперь? С дополнительными секциями, да? На скольких перекрестках? На производственных коммунальных, Дзержинского-Октябрьский проспект, перекресток Воровского-Октябрьский проспект, это три. И в ближайшее время стрелки белого цвета заработают на перекрестках, еще на двух перекрестках, это Воровского производственная и производственная Московская. А, ну, в общем, это получается достаточно оживленное, да, пересечение, перекрестки дорог. Ну, в принципе, да, если брать перекресток производственной и Московской, да и производственной Воровского, там достаточно широкая проезжая часть, и когда ты поворачиваешь, вот эта дополнительная секция будет тебе напоминать о том, что не проскакивай, посмотри по сторонам пешеходов. А вот этот перекресток Татьяна, производственная Воровского, насколько я помню, анонсировали его некую модернизацию, да, собирались убирать один из пешеходных переходов, и я не помню уже, правда, через какую улицу, там на каком этапе сейчас работаю? Я не готова сейчас ответить на этот вопрос, и дальше попозже. Дальнейшие действия у нас буквально минуты остается. Вот что в плане дорожного движения, в плане реконструкции светофорных объектов будет делаться? В текущем году запланировано в рамках мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем модернизация интеграции более 60 светофорных объектов. Затем вновь запланировано обустройство более 50 пешеходных переходов, увеличится на них освещенность, обустройство подходов к ним. Будут установлены дорожные знаки искусственной неровности. Например, на Московской, Казанской, Милитейской Свободы построят новые светофорные объекты. Ну, мы привыкли уже к тому, что новые светофоры у нас в ежегодном режиме, каждый год появляются, так что эта работа, получается, будет продолжена. Спасибо большое, что пояснили нам эту тему. Татьяна Вотинцева, консультант отдела транспорта, администрации Кирова, была с нами на связи. Ну, вот тебе как водителю и как пешеходу нравится? Ты видишь то, что у нас по-другому начинают светофоры работать? Твоя оценка. 20 секунд. Я на самом деле сомневаюсь очень сильно, что вот эта подобная белолунная фаза как-то может обезопасить пешеходов. Ну, предупредил, по крайней мере, предупреждает, по крайней мере. Не видишь большого. Не вижу. Я уже много раз говорила, да, что единственное, что может спасти пешеходов, это снижение скорости транспортного потока. И я продолжаю придерживаться этой позиции. Бесспорно. Время у нас подошло к рекламе. Буквально минута, и мы продолжим. Есть у нас сейчас 10, нет, простите, 8 все-таки минут, для того, чтобы пообщаться с нашей коллегой Анастасией Беловой, главным редактором газеты «Бизнес-новости» в Кирове и портала bnkirov.ru. 16+, возрастное ограничение этих изданий. Анастасия, приветствуем тебя. Добрый день всем. Говорить будем о традиционном рейтинге «Люди и бренды», которые уже далеко не первый раз проводятся газетой «Бизнес-новости». В этом году есть некоторые нюансы, некоторые изменения. Хотелось бы, чтобы ты сейчас о них рассказала, озвучила, насколько активно идет народное голосование, которое вот именно сейчас продолжается. Хочу порадовать, пару часов назад один проголосовавшим стало больше. Я сумел пройти эту процедуру, ничего сложного там нет. Пожалуйста, тебе слово. Ну, правильно, не первый год. У нас уже в текущем году рейтинг влияния «Люди и года» проводится 12-й раз. Мы сейчас еще специально посчитали, газетки прошлых номеров поднимали. Насколько активно идет голосование? Посмотрела статистику на 12-10 сегодняшнего дня. В народном голосовании приняли участие более 3600 человек, а в экспертном пока более 100 человек, но экспертно и народно, а то и другое продолжается. Но, в принципе, народное голосование, которое массово мы запустили, проводим третий год в текущем году, оно, в принципе, бьет все рекорды. В последний день голосования это следующий понедельник? Да, понедельник 23-го ночью, да. То есть прямо сейчас вот те, кто нас слушают, да, или, может быть, чуть позже, когда свободное время появится, могут зайти на сайт bnkerov.ru, прям баннер огромный увидеть на главной странице «Люди и бренды», дальше кликнуть и получить ссылку на это народное голосование. То есть абсолютно каждый из нас может поучаствовать в этой процедуре. Все верно. В народном может поучаствовать каждый. Да, мы обновляем новости на нашем сайте, всегда прикрепляем ссылку. Сейчас посмотрели, вот зашли в контакт, попросила мы помощницу Лизу Захарова. Лиза, посмотри, кто делал репосты какие-то. Вот она буквально за 40 минут собрала 41 репост, кто сделал в своих соцсетях. Это я не говорю о закрытых ссылках каких-либо объединений, бизнес-объединений, ассоциаций, потому что у нас все-таки даже и цель народного голосования, не то чтобы вообще вот все-все-все желающие, все-таки акцентом и делом на представителей бизнес-сообщества. Смотри, Настя, вот новость о том, что в народном голосовании нет ни одного кандидата с нулем голосов, она, то есть в прошлые пару лет такое было? Такое было, потому что очень много новых фамилий, новых компаний, многие из них из районов области, люди массово просто их не знают. И да, были отдельные случаи, когда по итогу голосования за кого-то вообще не проголосовал ни один человек. Такого вот буквально за сутки, через сутки после старта голосования мы посмотрели, ни одного человека нет. Это вот действительно, это очень радует. Хотя название неизвестное далеко. Есть очень тоже много в этом году новых компаний названий. А вот смотри, как думаешь, связано ли это с тем, что и на уровне даже органов госвласти пошла вот этот массовый поход в соцсети. То, что у любого там маломальски какого-то чиновничьего аппаратика должна быть своя страница в соцсетях. И может быть, тут и бизнес уже тоже потянулся. Но в том плане, что если человек куда-то выходит в сеть, то он за собой уже подтягивает людей. То есть если в прошлые годы еще было такое, да зачем мне там эти ваши телеграммы, контакты и тому подобное, то в этом году, возможно, люди уже просто больше вхожи в социальные сети? Ну, социальные сети, это сегодня наше все. Можно не выходить на улицу. Не выходить в соцсети, да. Можно заходить в соцсети обязательно. Да, что ты хотел добавить? Через соцсети у нас сейчас идет очень много обратной связи. В личных контактах мне пишут, в личных сообщениях. Со многими новыми компаниями мы знакомимся буквально сейчас, договариваемся на какие-то редакционные материалы в дальнейшем. И также по людям и брендам был отзыв. Меня спросили, а можем ли мы как-то попасть в рейтинг? То есть можем ли мы в текущем году попасть в рейтинг? Я объясняю, почему нет. То есть как идет процесс формирования. Мы не называем кого-то от себя, фамилии туда не вписываем. Это вписывают эксперты. Блата никакого не существует. Нет, точно. Еще, ну, даже были, поступали предложения, в этом году нет. Но в прошлом точно можно ли купить место в рейтинге. Это у нас, ну, это точно нет. Это даже не оговариваться. Купить место точно нельзя. Попасть вот просто по своему желанию. Включите меня. Вот только что был звонок. А почему меня нет? То есть мои коллеги есть. А почему меня нет? Ну, вот объясняю, что значит, вас не назвали эксперты первого пула. Я просто к чему, да, эту ремарку сделала? Потому что я, если честно, не представляю, как можно закончить с нулем голосов в народном голосовании. С учетом того, что вот тебя, например, выдвинули, ты же все равно кому-то близким своим еще рассказал. Дорог, да. Хотя бы близкие тебе люди должны. Мам, проголосуй за меня. Я не знаю. Это какие-то единичные случаи. Значит, не подключились, возможно, и к народному голосованию не подключились в прошлом году. Сейчас вот сразу буквально за сутки, вот минимум на вчерашний день, даже вот, даже компании, которые негромкие, может быть, мало кто знает, и руководитель. Ну, компанию номинировали, компанию выдвинули, за всех есть. Хотя бы сотрудники, собственно, из-за тебя проголосовали уже неплохо. Давайте напомним о том, какие номинации существуют в проекте Люди и Бренды. Я даже списочек составила. Я могу, наверное, коротко рассказать, какие изменения в этих номинациях. У нас две минуты только остается. Видимо, очень коротко уже получается. Сегментировали мы, в текущем году постарались сегментировать бизнес на крупный, четко крупный бизнес, потому что раньше был бизнесмен года. Малый и средний бизнес отдельно, номинация мужчины и женщины. Добавили две новые номинации, это частная медицина и гостиничный ресторанный бизнес. Сейчас традиционно у нас остался финансист года, и мы разделили умышлено на чиновник года и депутат года, с учетом того, что очень огромное количество изменений произошло с точки зрения кадровой политики. Поэтому мы разделили вот эти вот два сегмента. Рейтинг влияния традиционно. И вот из нововведений, наверное, у нас некоторые номинации не идет голосование. Допустим, лесник года, строитель года. Мы будем публиковать готовые списки, которые нам предоставляют отраслевые объединения. Допустим, союз строителей, они готовят свои списки. Полесника Министерства лесного хозяйства готовит свой список. Профсоюз лесных предприятий готовит свой список. И даже мы обратились к главам районов и муниципальных округов, попросив их каждому назвать по три крепких социально ответственных предпринимателей или организаций. Вот сейчас они нам эти списки формируют. Это уж как? Это, конечно, задача не из легких. Как обширная работа проведена. Понимаю, нелегко. Ну, там еще огромное количество объединений, которые подключались к этой работе. Мы попросим разрешения, можно ли называть фамилии и имена. Мы в дальнейшем постараемся всех поблагодарить. Людей огромное количество принимало. Сколько времени по опыту прошлых лет займет обработка всех результатов? Суток трое. Ну, надо сказать, что предварительная дата, когда результаты будут объявлены, она ведь уже обозначена. Это 29 января, да? Все верно? Или я ошибаюсь? Да, выходит в номере 29. Да, мы сдаем в пятницу. Какого там получается? 27-го. То есть все мы отправляем в типографию. Всем в типографию не скажут результаты. У нас с ними договоренность никому, если мало ли будут звонить. Чтобы не просочилась никуда, информация не ушла. Да, конечно. И 29-го. Номер выходит из печати. Вот, в принципе, он будет активный и по нашим телеграм-каналам. Коллеги подключаются в газеты. Печатная версия в воскресенье 29-го выходит. Ну, напомним, что народное голосование в рамках проекта «Люди и бренды», оно проходит прямо сейчас, в последний день голосования 23 января. Каждый из нас может поучаствовать в судьбе претендентов на призовые места, так скажем. Так что заходите через сайт bnkirov.ru, вы можете поучаствовать в этом голосовании. Ну что ж, удачи. И параллельно экспертное голосование, но исключительно по адресным ссылкам. Любые там, вот, если мы кому-то не направляли эту анкету, и она вдруг попала по какой-то причине, мы этот голос не учитываем, либо переносим народно. Ну что ж, удачи. Ждем результата. Всегда очень интересно посмотреть, оценить. Спасибо всем за участие и за поддержку. Анастасия Белова, главный редактор газеты «Бизнес-новости» в Кирове, была у нас в студии. На этом первую часть дневного разворота завершаем. Мы с Владимиром не прощаемся, встретимся после перерыва. Субтитры создавал DimaTorzok